Писать картины Алексей Акендинов начал рано. Уже в три года мальчик взял в руки масляные краски, кисти, холст и стал частью волшебного мира изобразительного искусства. Во время учебы в Рязанском художественном училище имени Вагнера молодого художника вдохновляли Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали. А уже в 19 лет Алексей Акендинов обрел свой собственный авторский стиль и назвал его орнаментализм. Я проснулся, увидел образ человека, который пьет из кружки чай, орнамент с кружки перетек на руку, на лицо и потом заполнил всю поверхность картины. И вот этот мир, который через орнамент, когда ты чувствуешь буквально все происходящее одновременно, и вот эту информацию через орнамент я стал выкладывать через живопись. Орнаментальные полотна Алексея Акендинова – это буквально картина в картине, ведь каждый элемент рисунка зачастую имеет свою символику в культуре разных стран. Причем среди жанровых работ не только пейзажи, портреты и натюрморты. Так, например, на этом холсте художник изобразил катастрофу 1986-го, которая произошла на Чернобыльской АЭС. Я подумал, как можно в одном холсте отобразить весь масштаб этой катастрофы, потому что очень много было моментов и до взрыва, момент взрыва, момент ликвидации. Период ликвидации я решил объединить в одном холсте три времени. Это мама с младенцем на руках еще до взрыва четвертого энергоблока. У горизонта виден еще неповрежденный блок, все еще тихо, Припять мирно спит. Идиллическая тема сменяется моментом взрыва реактора. Пожарный расчет тушит огонь, который погасить уже невозможно. Апогей катастрофы на полотне соседствует с сюжетом, где тульские горняки роют туннель на месте страшной трагедии. И, конечно, вся картина пронизана аутентичным орнаментальным стилем автора. И снежинки излюбленный метод орнаментальный, они там похожи на бабочек, которые вот-вот, они летят на этот огонь, но не понимают, что он радиоактивный. Вот эти снежинки символизируют этих бабочек, что они сейчас просто, как человеческая жизнь, сгорят и исчезнут. То есть такая вот есть какая-то аллегория. Орнаментальная дымка вписывается как в темные полотна, так и в красочные работы художника. По словам автора, сюжеты многих картин ему приходят именно во сне. И это добавляет еще больше мистики оригинальным живописным полотнам. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».